Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 мая. И вот вчера я вам уже показывала, что на улице все мы запаковали, утеплились. И сегодня читаю комментарии, что вот вы на улице показали, как утеплились, а как у вас, ну, сохраняете в теплице. Но про теплицы я не расстраиваюсь. Я уже показывала, что в теплицах, вот они у меня теплицы, там инфракрасные обогреватели, там нет проблем. На улице мы все упаковали, видите, вот там маленькие, вот это большие, и вот вдоль теплицы, и там даже на горе, вот даже черным, черной тканью мы утеплили. Все, что есть, все в ход идет. Сейчас ради интереса покажу вам, как соседи у нас утепляют, парники. Громко не говорю, чтобы они не слышали. Те, кто попроще ведет огород, свое хозяйство, смотрите, как утепляют. Вот видите, шубы всякие, у них там парничок, и там он всякие старинные вот эти черные, коричневые шубы, половики, покрывала. Так что утепляемся все, кто как может. Вот, но у меня есть одна теплица, та, в которой перец будет расти, и там нет никакого обогрева, там нет вообще ничего, и укрыть невозможно. Тут у меня стоят все остатки. Тут вот осталось в тоннель, что не вошло, Настенька, там немного петруши осталось. После того, как я себе высадила в теплицу, вот это все остатки, вот остались, что в теплицу не влезло, вот которые повыше. Ну, короче, всякие разные. Тут же стоят те, которые, вот одна зрительница спрашивала, где же те, которые в открытый грунт, я же говорила, что буду и в традиционные сроки, 10 июня тоже высаживать. Они еще у меня даже вот в каком виде стоят, видите, я не могла их распекировать, потому что они же расползутся по объему, оставить-то их некуда, на улице холодно. И я пришла вам показать, как все-таки по-разному реагируют растения на похолодание, на поднижение температуры. Вот стоят томаты, которые, казалось бы, вообще даже холодной ночи не было. Тут единственное, подмерзли, вот смотрите, я не отодвинула, что-то упустила вчера из виду, вот те, которые соприкасались, ну вот со стеночками, я вот сегодня отодвинула, видите, они почернели, потому что на улице было, ну, 0 или минус 1. Я сильно не расстраивалась, при такой температуре, вот в поликарбонатовой теплице замерзнуть они, конечно, не могут, им было просто очень холодно. Но вот смотрите, вот все вот эти вот никак не отреагировали, они как стояли, так и стоят. Вы посмотрите на этот сорт, вот это ботяня, он в одну ночь посинел, он буквально стал вот таким, это вот ботяня тот, который уже остался лишним, который я уже высаживать не буду. И вот он у меня стоит, ну стоит просто так, стоит и стоит. И дело в том, что вот он позиционируется уже у нас как тепличный сорт для выращивания в теплицах, хотя это и сибирский сорт, и вроде бы как он районированный. И вы посмотрите, он стал похож вот на это, у меня голубая звезда, и она синяя, ну, как характеристика сорта такая, у него синие томаты и синий ствол, она всегда такая. А ботяня у нас стал синим за одну ночь, вот за сегодняшнюю, вчера еще буквально он был хорошим. Вот это, про то, про фиолетовые листики, все. Иногда же у нас фиолетовые листики просто из-за того, что не хватает фосфора растению, а у этого было все нормально, и вот за одну ночь он стал фиолетовым просто из-за мороза. Он теперь у меня такой ботяня, закаленный, перезакаленный. Ну, специально просмотрела, сегодня прошла, вот смотрите, карман, ну, это для открытого грунта она. Она как была светло-зелененькая, так и осталась. То есть томаты некоторые на эту температуру вообще не среагировали. Некоторые посинели, но и которым особо тяжело пришлось, видите, тут тоже прямо у стенки стояли, но тут листики подмерзли. Так что эту ночь, это вот она считается самая холодная у нас была, вот сегодняшнее будущее уже будет теплее. Можно сказать, вышли мы без потерь, но то, что там крайние листики подмерзли, это я просто не отодвинула, что-то я не подумала про них. Но теплицу эту я оставила без всякого, ну, намеренно, потому что такой 0 и минус 1 в поликарбонатовой теплице, ну, может быть, вот такое вот, например, посинение там, чуть с края кого-то прихватит. Но вообще рассада при таких температурах, она должна выжить. Единственное, ну, закаленнее будут, ничего страшного. Вот специально показала вам ботяню. Из этого следует, что не все сорта сибирские, такие, как вот Настенька и Демидов, выносливые, что их можно в любой холод выкинуть, могут они все перетерпеть. Вот здесь вот у меня вот петруша стоит, так ему вообще ничего, он как стоял, так и стоит, и все. А ботяня посинел. Все, до свидания. Это был мой такой обзор остатков рассады, что осталось совсем лишнее, или что еще буду высаживать в открытый грунт. Вот в открытый грунт-то вот эта квашня, она у меня расползается, вот которые после 10 июня, они уже все вот так вот расквасились, куда их девать, не знаю, их надо сейчас, ну, как рассаживать, еще же, считайте, целый месяц почти. Вот буду сейчас сидеть по стаканчикам пикировать, боюсь как бы не перепутать, у меня же здесь по 30 сортов, по 20 в каждом лотке. Вот предстоит мне работка не из легких.